60-е годы XIV века дали Франции передышку после кошмарного периода военных поражений, чумы, восстаний и разрухи. Молодой король Карл Мудре в короткие сроки навёл во Франции порядок, он преобразовал налоговую систему, добился постоянного финансирования армии и обеспечил лояльность Фландрии, Британии и Кастилии. Все эти достижения очень скоро пригодятся. Уже в 1369 году французы двинутся на отвоевание своих земель, потерянных по договору в Бретенье. Друзья, недавнее решение YouTube ограничить показ рекламы в России, а также проблемы с выводом средств с Патреона, уже нанесли удар по большинству российских YouTube-каналов. Маховик Истории продолжит работу несмотря на все сложности, однако вопрос спонсорской поддержки нам придется пересмотреть. Мы открываем страницу канала на сервисе Boosty. Boosty – это платформа, где вы сможете поддержать наш канал финансово и получить за это преимущества, такие как ранний доступ к роликам и текстам сценариев, предварительные скриншоты готовящихся видео, приглашение в закрытый чат в Дискорде и, конечно же, место на доске почета в конце ролика. Кроме того, Boosty позволит воплотить нашу давнюю мечту – выпускать дополнительное эксклюзивное видео, углубляющее ваше представление об исторической эпохе. Поэтому, если у вас есть желание и возможность, то приглашаем вас стать спонсором Маховика на Boosty. Ссылку вы найдете под этим роликом, а также на одной из страниц канала. Кстати, учитывая обстоятельства, Boosty на месяц отказались от собственной комиссии, позволив авторам получить все 100% дохода от спонсорской поддержки. Эта новость может стать отличной мотивацией и для других авторов попробовать с платформу, тем более, что Boosty работает в России без ограничений, обладает приветливой русскоязычной поддержкой, гибкими подписными моделями и возможностью проводить закрытые стримы для подписчиков. Boosty недавно выпустил реферальную программу – приводите друзей и получаете 5% от их дохода. В общем, если вы талантливый автор, Boosty может стать прочной финансовой основой для вашего творчества. Ссылка все также под роликом. В конце 1368 года Карл был готов взять у англичан реванш за унизительные поражения первых десятилетий войны, и повод для возобновления боевых действий не заставил себя долго ждать. В Аквитании Гасконни росло недовольство Черным принцем. Его поход в Кастилью двумя годами ранее загнал Эдуарда в глубокие долги, расплатиться с которыми он решил за счет дополнительных налогов. Новая подымная подать вызвала широкое возмущение среди вассалов принца графа Д'Арманьяка, графа Перегора и сеньора Д'Альбре, которые подали Карлу Пятому апелляцию. Формально Карл не имел право рассматривать жалобы, исходившие от чужих вассалов, ведь по миру в Бретеньи Аквитания и Гасконни переходили Эдуарду III в суверенное владение. Однако Карл превратил эпизод с апелляциями в настоящий спектакль. Он быстро подключил к делу юристов, которые обосновали, что формально Аквитания все еще находятся в составе французского королевства, так как выкуп за Иоанна II по условиям мира в Бретеньи еще не был выплачен до конца. На основании этого Карл вызвал черного принца в Париж, чтобы тот предстал перед судом и объяснил, по какому праву он облагает налогами графа Д'Арманьяка и других вельмож. «Мы охотно будем в назначенный день в Париже», написал в ответном послании черный принц, «но мы будем со шлемом на голове и с войском под рукой». Фактический отказ Эдуарда отвечать на апелляции ознаменовал продолжение столетней войны и начало ее второй стадии, получившей название Каролинкской войны по имени Карла V и его преемника Карла VI. Как и в 1337 году, Эдуард III вновь предъявил свои претензии на французскую корону. В этот раз, однако, боевые действия примут совсем другой оборот. Накопленные финансовые ресурсы позволили Карлу немедленно мобилизовать свои силы и направить их на отвоевание потерянных территорий. В начале 1369 года Людовик Анжуйский предпринял наступление, заняв восточную часть Аквитании, графства Руэрк и Керси. Это было не очень трудно, местное население и так плохо переносило английское владычество. В Пуату герцог Берийский медленно продвигался вперед, постепенно взламывая сеть неприятельских замков. Английская оборона повсюду трещала по швам. Гасконские гарнизоны Черного принца были слишком малочисленны, чтобы удерживать все укрепленные пункты, а срочно нанять новых солдат было негде и не на что. Кроме недостатка обычных солдат, у Черного принца возникла проблема еще и с опытными командирами. Джеймс Одли, близкий друг и соратник Эдуарда, отличившийся в битве при Пуатье, скончался от болезни в августе 1369 года. Пятью месяцами позже, в бою при Люсак-ле-Шато погиб и Джон Чандас, неудачно подскользнувшись и получив удар копьем в лицо. Сам Эдуард не мог выступить против французов по состоянию здоровья. Еще во время Костельской кампании он подхватил неизвестную болезнь, скорее всего, дизентерию либо малярию, и теперь мог передвигаться лишь на носилках. С началом 1370 года становилось очевидно, что без подкреплений из Англии удержать Аквитанию не получится. Узнав о гибели Чандаса, английский король отправил на помощь Черному принцу Джона Гонта с отрядом в тысячу лучников и латников. Когда Гонт прибыл в Ангулем, перед ним открылась печальная картина. Эдуард даже не мог встать с кровати, чтобы обнять брата, администрация была парализована критической нехваткой средств, а Аквитанские города и вельможи один за другим переходили на сторону Валуа. Нужны были радикальные меры. Новая стратегия Эдуарда и Джона поощряла верность. Изменникам был дарован второй шанс вернуться на английскую службу. У отказавшихся все земли конфисковывались и перераспределялись в пользу тех дворян, кто остался лоялен английской короне. Тем временем приближалось лето 1370 года, а вместе с ним и новое наступление французов. В этот раз Людовик Анжуйский, Жан Берийский, а также Бертран Дюгеклен, только что вернувшиеся из Кастелии, планировали удар в направлении Ангулема, где пребывал больной Эдуард. Наступление развернулось удачно. В мае пал Муассак – крепость, сдерживавшая французов на южном направлении. За Муассаком вскоре последовал и Ажен, что позволило Людовику установить окончательный контроль над местом слияния рек Ло и Гарона. Несколько севернее Дюгеклен восстановил французскую власть в Пиригео и поспешил укрепить свои позиции против потенциальных англогосконских атак. Жан Берийский тем временем начал наступление на Лимош. Его назначение на должность командующего стало одним из немногих кадровых просчетов Карла Мудрого. Герцог был известен как утонченный эстет, коллекционировавший произведения искусства, драгоценности, старинные гобелены, манускрипты и часословы. Изысканность Герцога отразилась и на его отношении к боевым действиям. Сражением и осадом Жан предпочитал секретные переговоры и подкупы. Так, по пути в Лимош, герцог вступил в переписку с местным епископом Жаном де Кро, который пообещал сдать город французам. Вечером 21 августа Жан Берийский подошел к Лимошу и расположился в близлежащем доминиканском монастыре. Следующий день застал герцога Берийского в великолепном настроении. Ожидая, что ему вот-вот поднесут ключ от города, Жан отправил черному принцу не менее пяти издевательских посланий, призывая того прийти на помощь Лиможу, если у принца хватит на это силы мужества. Вот только время шло, эйфория герцога постепенно испарялась, а делегаций из Лиможа все не было и не было. Как оказалось, верхний город, процветающий и хорошо укрепленный шато, включавший замок и кварталы богатых купцов, остался вверен англичанам. Жители нижнего города, Сите, колебались, и епископу пришлось распространить среди горожан ложный слух о том, что черный принц скончался и не придет к ним на помощь. Тем временем до герцога Берийского дошли сведения, что большая английская армия движется к Лиможу из Ангулема, предположительно во главе с самим Эдуардом. Герцог спешно отдал распоряжение об отходе, оставив в Лиможе лишь небольшой гарнизон в 200-300 латников, которые вошли в Сите и заняли позиции на городских стенах. Как только черный принц узнал о сдаче Лиможа, он преисполнился решимости отбить город. Больше, чем что-либо Эдуарда задело предательство лиможского епископа, ведь тот был крестным отцом его старшего сына. По словам Фруассара, принц поклялся душой своего отца, клятвой, которую он никогда не нарушал, что возьмет Лимож назад и что он заставит жителей города очень дорого заплатить за их измену. 14 сентября 4000-я англо-гасконская армия подошла к городу и начала осадное приготовление. Черный принц отдавал приказы с насилок, а их непосредственным исполнением руководил Джон Гонд. Обнаружив, что часть городской стены была построена на мягком грунте, Гонд повелел вырыть под нее подкоп. Пока англичане по подземному тоннелю приближались к стенам Лиможа, французские защитники города провели ответный подкоп. Две траншеи соединились как раз в тот момент, когда под землей находился Джон Гонд и стороны схлестнулись в тесной стычке при свете факелов. В конце концов, людям Гонда пришлось отступить. Впрочем, Эдуард и Джон не теряли решимости взять город. Все предыдущие дни по стенам работали камнеметные машины, из-за которых городские укрепления частично обрушились. 18 сентября Джон Гонд повел небольшой отряд латников на штурм Лиможа через Бреж. В ходе последовавшего столкновения на обломках стены Джон вступил в рукопашную схватку с одним из французских рыцарей и был настолько впечатлен его мужеством, что остановился и попросил того представиться. Рыцарем оказался Жан де Вильмур, командир французского гарнизона. Гонд похвалил его за храбрость и сообщил, что тот сражался против самого герцога Ланкастера. В ответ Вильмур назвал себя всего лишь бедным рыцарем и добавил, что сомневался, что когда-либо удостоится такой чести. После этого рыцарского эпизода стороны отошли на исходной позиции. На следующий день, 19 сентября, осаждающие подожгли деревянные подпорки в тоннеле под стеной, что привело к ее немедленному обрушению и двинулись в полномасштабную атаку. Гарнизон выдержал первый штурм, однако англичане прорвались через ворота и, согласно Фруассару, устроили в Лиможе массовый погром, в дальнейшем получивший леденящее название «Лиможская бойня». Это было самое печальное дело, когда люди всех сословий, возрастов, полов, падали на колени перед принцем и молили его о милосердии, но он был так разъярен в своей жажде местия, что никого не слушал. Предавали мечу всех, где бы их ни находили, даже тех, кто был невиновен. В этот день было предано смерти свыше трех тысяч мужчин, женщин и детей. Господь, смилуйся над их душами, ведь они истинные мученики. Слова Фруассара запятнали репутацию черного принца, который, по версии хрониста, все больше превращался из благородного лорда в жестокого тирана. Однако недавно обнаруженные данные позволяют взглянуть на Лиможскую бойню совсем с другой стороны. Все три альтернативных источника, летопись лиможского аббатства Сен-Марсиаль, биограф черного принца, которого мы знаем под псевдонимом Геральт Чандеса, а также личное письмо черного принца графу Фуа сообщают на порядок меньшее количество жертв. Сразу же после взятия города Эдуард издаст грамоту, в которой черным по белому будет написано, что принц не винит горожан в предательстве Жана де Кро и всецело прощает их. И, наконец, как оказалось, в сете у черного принца даже нашлись сторонники. Во время штурма группа горожан во главе с Жаком Боярдом, мастером по выделке мехов, открыла ворота англичанам. Английский историк Майкл Джонс так реконструирует последовавшие события. Узнав об измене, французский гарнизон набросился на жителей Лиможа. Жак Боярд был казнен на месте, а его сторонники перебиты. После чего французы стали отступать к площади перед епископским дворцом, поджигая дома позади себя. Осознав, что происходит, англичане погнались за гарнизоном и не брали пленных до тех пор, пока черный принц и Джон Гонт, пораженные отчаянной отвагой Жанна де Вильмура, не предложили гарнизону сложить оружие. Некоторое время спустя к Эдуарду подвели главного изменника – Жанна де Кро, но и ему принц даровал прощение. Осада Лиможа окончательно истощила черного принца, и вскоре он уедет в Англию восстанавливать здоровье. Действия Жана де Вильмура не на шутку разозлили Карла Мутрова. Король распорядился конфисковать у Жана все земельное владение, и остаток жизни защитник Лиможа проведет в бедности. Однако боевые действия в 1370 году не ограничивались одной аквитании. В ответ на стремительное наступление французов на юго-западе Эдуард III решил использовать средства, которое не раз приносило ему успех – провести шиваше по Северной Франции. В Кале была собрана армия в 4-5 тысяч человек под руководством испытанного английского капитана Роберта Ноллеса. Эдуард принял меры, чтобы низкий феодальный статус Ноллеса – он не был потомственным дворянином и начинал службу в армии лучником, не вызывал конфликта с его более знатными подчиненными – Томасом Грандисоном, Уолтером Фицволтером и Джоном Минстер Уортом. Перед выходом все они письменно пообещали принимать решения коллективно и не допускать разногласий. В августе Ноллес вышел из Кале и двинулся к Реймсу, планируя описать дугу по центральным французским регионам и подойти к Парижу с запада. На своем пути он развернул масштабные грабительские операции, которые у него получались лучше всего. Города, замки и аббатства, которые отказывались платить выкуп, лишались своих пригородов. Жители же слабо укрепленных поселений подвергались массовому выкачиванию денег. «Сколько вы заплатите нам, чтобы мы оставили вас в покое?» – такой вопрос задавали грабители Ноллеса деревенским общинам. 22 сентября, после шести недель марша, английская армия прибыла на левый берег Сены и выстроилась в боевых порядках перед стенами Парижа. Парижские горожане и гарнизонные части рвались сразиться с англичанами, однако король повелел всем оставаться на своих местах. Карл хорошо помнил, что предыдущие попытки остановить английские грабительские набеги обернулись катастрофой и чуть было не привели к полному коллапсу государственной власти во Франции. Выход был один – ни в коем случае не вступать с противником в генеральное сражение, а действовать на его коммуникациях, либо отсиживаться за стенами. Новую стратегию короля полностью поддержали его боевые командиры – Бертран Дюгеклен, который сам был мастером Малой войны, и в особенности Оливье де Клисон, заявивший королю «Государь, пусть эти одержимые ходят, пока им не надоест. Они не смогут ни отобрать у вас королевство, ни выкурить вас дымом». Строгий приказ Карла Пятого вылазки не совершать и на провокации не поддаваться был хоть и с раздражением, но выполнен. Ноллис, осознав, что сражения он не дождется, развернулся и двинулся на запад, планируя к декабрю достигнуть Британии и расположиться там на зимние квартиры. Решение Ноллиса, впрочем, было встречено враждебно среди его более знатных подчиненных, которые были недовольны результатами кампании и выступали за продолжение грабежей в зимние месяцы. Для этого у них были серьезные основания. Несмотря на то, что солдаты в английском войске подписали контракт на два года, корона оплатила им лишь три месяца службы, остальное они должны были восполнить за счет грабежей. Отсутствие таковых означало бы неизбежное падение боевого духа и массовое дезертерство. В итоге английские командиры так и не смогли достигнуть согласия друг с другом, из-за чего к концу ноября войско фактически распалось. Ноллис вместе с доброй половиной армии двинулся в направлении Британии. Остальные разделились на три самостоятельных отряда под началом Грандисона, Фитцволтера и Минстерворта. Они собирались найти в Анжу подходящий укрепленный пункт, чтобы расположиться на зимней квартире, однако этим планам не суждено было сбыться. Бертран Дюгеклен, собравший в Нормандии тысячу всадников, 1 декабря выдвинулся из Кана и устремился в направлении разрозненных английских отрядов. Именно тогда проявился талант Дюгеклена как военного организатора. Его всадники двигались форсированным маршем, не останавливаясь на ночлег и преодолевая по 50 километров в день. К вечеру 3 декабря Дюгеклен достиг Лимана и установил контакт с маршалом Сансером, который готовился захлопнуть ловушку для англичан с противоположной стороны. Утром 4 декабря английские капитаны даже не подозревали об угрозе внезапного нападения. Корпус Грандисона, насчитывавший по разным оценкам от 600 до 1200 человек, был беспорядочно рассредоточен на болотистой и поросшей кустарником местности между деревнями Понт-Вален и Майе. Несколькими километрами южнее находился корпус Фитсуолтера. Точное местонахождение корпуса Минстерворта нам неизвестно. Пока англичане завтракали и приводили себя в порядок, к их позициям стремительно приближались всадники Дюгеклена. Получив донесение о расположении противника прошлой ночью, Каннетабль принял решение атаковать англичан с марша. Несмотря на истощение людей и лошадей, находившихся в походе уже четвертые сутки, бретонский командир совершил еще один переход и на рассвете достиг Понт-Валена. Внезапное появление Дюгеклена потрясло англичан. У Грандисона оставалось времени лишь для того, чтобы выстроиться со своими людьми в колонну и попытаться отступить на север в поисках подходящей для обороны возвышенности. Однако 300 латников из французского авангарда все же настигли англичан под стенами Шато-де-Лафень, спешились и атаковали противника в плотном строю. Вскоре на помощь 1-му французскому отряду начали подходить остальные части, постепенно включавшиеся в жестокую схватку с грабителями. Современники особенно отмечали, насколько плохо проявили себя прославленные английские лучники, составлявшие около половины армии. Перед боем они не смогли занять подходящую позицию, да и пробить тяжелую французскую броню у них практически не было шансов. Постепенно преимущество латников Дюгеклена в вооружении начало сказываться на ходе сражения. Несмотря на отчаянное сопротивление англичан, их линия редела и распадалась. Французы не оказывали противнику ни капли милосердия, и по сообщению Фруассара, английский корпус был полностью уничтожен, а его командиры, включая Грандисона, поголовно оказались в плену. Низкое декабрьское солнце к тому моменту уже начало заходить за горизонтом, однако Дюгеклен и не думал останавливаться и праздновать победу. Он отдал распоряжение относительно пленных и поспешил на юг, где предположительно находился корпус Фитцволтера. Фитцволтер, до которого дошли вести о катастрофе Грандисона, не собирался повторить судьбу своего коллеги. Во главе своих людей он устремился к большому и укрепленному аббатству Вааз, который удерживался английским гарнизоном. Едва только англичане въехали на территорию аббатства, их ждала неприятная новость. С другой стороны, к укреплениям уже подъезжали французские всадники маршала Сансера. Маршал приказал немедленно атаковать, и на стенах аббатства развернулось ожесточенное сражение. С наступлением темноты французы, наконец, смогли прорваться во внутренний двор и устроили беспощадную резню среди защитников. Попытки Фитцволтера организовать отступление из Западни оказались парированы Бертраном Дюгекленом, который, наконец, достиг аббатства и довершил разгром англичан. К их потерям добавились еще 300 человек убитыми и неизвестное число пленными. Фитцволтер, как и Грандисон, тоже оказался в плену. Весь декабрь Сансер и Дюгеклен охотились за остатками армии Ноллеса. 400 англичан пересекли Луару и попытались скрыться в Пуату, однако Дюгеклен настиг их под Брессюиром и перебил. Джон Минстерворд со своими людьми изо всех сил спешил в Брест, чтобы переправиться в Англию, однако за ним по пятам двигался Оливье де Клессон. В итоге Минстерворд достиг порта, хоть и потерял половину войска в варьергардных стычках и засадах. Что касается Ноллеса, он остановился на зимней квартире в Дервале, в своем замке, где спокойно переждал горячую фазу событий. Значение французской победы при Пантвалене оказалось более серьезным, чем можно было бы ожидать от небольшой стычки. Она положила конец мифу о непобедимости англичан на поле боя, который в течение многих лет был важнейшим дипломатическим козырем Эдуарда III. С другой стороны, декабрьская кампания стала звездным часом Бертрана Дюгеклена и доказательством его военных способностей. Примерно за две недели он преодолел несколько сотен километров, двигаясь ночью под проливным дождем посреди зимы. Быстротой движений, качеством разведки, смелостью решений и настойчивостью в их исполнении он сорвал ключевую английскую кампанию 1370 года и не только разгромил, но и уничтожил четырехтысячную армию. «Говорю вам», – заявил Фруассару один бретонский рыцарь, «Конетабль Бертран был доблестным человеком, который в свое время совершал великие дела во имя Франции». Компании 1370 года сильно измотали как англичан, так и французов. Активные военные действия возобновились лишь в 1372 году, и на этот раз главной целью французского наступления было выбрано графство Пуату, самое богатое из континентальных владений Эдуарда III. Местная знать сохраняла лояльность английской короне. Но вот верность городов и особенно столицы графства Пуатье стояла под вопросом. Это вынудило капталя де Бюша, который руководил обороной графства, выделить много солдат для службы в четырех основных гарнизонах в Пуатье, Туаре, Йоре и Ларошеле. В результате под рукой у Жана де Граи осталось лишь несколько сотен человек, слишком мало, чтобы парировать действия французов. Единственной надеждой капталя была ожидаемая финансовая помощь из Англии. В июне Эдуард отправил в Аквитанию флот, перевозивший 12 тысяч фунтов стерлингов. Достаточно, чтобы оплачивать трехтысячное войско в течение четырех месяцев. А пока капталь отсиживался за стенами пуатевинских городов, французы развернули активные операции. Из своей базы в Шиноне Бертран Дюгеклен предпринял стремительный рейд по речным долинам Восточного Пуату. Всадники Бертрана загнали насмерть много лошадей, однако ключевая задача была выполнена. Все речные переправы оказались в руках французов. Одновременно Оливье де Клисон взял в осаду Монтанкур, единственную английскую крепость с крупным гарнизоном на севере Пуату. Французы пошли на штурм и блокировали противника в цитаделе, после чего гарнизон капитулировал. Между тем к Ларошелле подходил английский флот с финансами для капталя де Бюша. Командир флота граф Пембрак не ожидал встретить на своем пути никого, кроме пиратов, поэтому 14 транспортных барж под его началом сопровождали лишь три боевых корабля. Вот только вместо теплого приветствия в песчаной бухте Ларошели англичане обнаружили Кастильский флот, который Энрике де Тарастамара отправил в поддержку французам. 12 боевых кораблей, из которых 8 составляли массивные караки с баллистами и множеством арбалетчиков на борту. После битвы при Нахере среди англичан распространилось презрительное отношение к Кастильцам как к военным, а потому, несмотря на подавляющее превосходство противников в огневой мощи, граф Пембрак отдал самоубийственный приказ атаковать. В ходе последовавшего столкновения весь английский флот был потоплен, Пембрак попал в плен, а 12 тысяч фунтов стерлингов оказались на дне. Баталия при Ларошеле была куда менее масштабной, чем сражение при Слейсе и Винчелсе, однако эффект от нее оказался непропорционально велик. Поражение Англии повлекло за собой серьезное падение английского престижа, а многие пуатевинские города, в частности, сам Пуатье, открыли ворота герцогу Берийскому. Потеря же финансовых средств лишала капиталя Дебюша надежды на отражение французского натиска. Не имея других опций, Жан решился сыграть ва-банк и быстрыми ударами разбить противника по частям, однако инициатива уже полностью перешла к французам. В ночь с 22 на 23 августа в битве при Субизе остатки англогосконцев оказались уничтожены франко-валийскими силами под командованием Оуэна Краснорукова, беглого валийского принца, который боролся за восстановление независимого Уэльса. Капталь Дебюш снова попал в плен и пробыл в заключении вплоть до своей смерти в 1376 году. Английское сопротивление в Пуату стремительно рушилось. 8 сентября горожане Ларошелия сдали город французам. Вскоре сдался Ангулем. Туар пал немного позже, после долгой обороны. Даже пуатовинское дворянство, которое дольше всех сохраняло лояльность с плантагенетом, вступило в переговоры с герцогом Берийским. Наконец, 1 декабря представители знати Пуату и Сентожа изъявили покорность и принесли омаж Карлу V. Тот даровал всеобщую амнистию, вернул конфискованные владения и подтвердил привилегии. Отвоевание Пуату было успешно завершено. Последнюю значимую попытку переломить ход противостояния англичане предприняли в 1373 году. Шеститысячной армии под началом Джона Гонта предстояло произвести самый масштабный грабительский рейд по Франции, который впоследствии назовут «Великим Шиваше». Высадившись в Кале, армия разделилась на две колонны и двинулась через Францию на юг параллельными путями. Явно разозленный потерей Аквитании, Джон Гонт написал Карлу Мудрому гневное письмо, в котором заявил «Не удивляйтесь, когда я приду чинить зло вам и вашим подданным в отместку за лишение, которое я претерпел по вашей вине». Но, несмотря на вызывающее поведение Гонта, Карл продолжал избегать генерального сражения с англичанами, позволяя своим командирам лишь беспокоить английские тылы и фуражерские части. Постепенно «Великое Шиваше» из славного и устрашающего предприятия начало превращаться в тяжелое испытание для английских солдат. Армия Гонта таяла день ото дня и с трудом выносила ежедневные налеты людей Дюгеклена. Повернуть на запад под Парижем, как это сделал Ноллес, у Гонта не получилось, и ему пришлось уходить дальше, вглубь французского королевства. У небольшого города Мулен Филипп Бургундский, Дюгеклен и Людовик Анжуйский готовились взять англичан в кольцо, и Гонту пришлось оставить позади весь обоз, чтобы избежать окружения. Однако самое тяжелое было еще впереди. Двигаясь по плато-лимузен поздней осенью, солдаты Гонта оказались в одном из самых негостеприимных регионов Франции. Холодный и малонаселенный – это был край глухих лесов, где большая армия не имела даже шанса прокормиться. Дождь лил, как из ведра, превращая дороги в болоты и наполняя питьевые ручьи грязью. Фураж стал невозможен. Солдатам строго запрещалось отходить от основных сил, а тех, кто этот приказ игнорировал, уничтожали люди коннетабля Франции. Путь, по которому следовала армия Гонта, устилали трупы истощенных лошадей и части доспехов, которые англичане бросали, чтобы облегчить поклажу. Потеряв тысячи людей, половину конского состава и так и не добившись решающего перевеса в компании, Джон Гонт к Рождеству привел своих измученных, голодных и оборванных солдат в Бордо. Здесь многие из уцелевших в походе стали жертвами нового всплеска черной смерти. Урожай в тот год оказался плохим, и цены на продукты в городе выросли до астрономических значений. В последовавшие несколько недель даже богатым английским рыцарям приходилось просить милостыню на улицах Бордо. Великая Шиваше Джона Гонта стала бесславным финалом 30-летних войн Эдуарда III во Франции. В последующие годы англичане больше не предпримут крупных рейдов, что позволит Бертрану Дюгеклену завершить отвоевание Аквитании и даже установить власть Валуа в центральной Гасконе. Окончательно выбить англичан из Франции у Карла все же не получится, Эдуард сохранит контроль над укрепленными прибрежными крепостями – Байоной, Бордо, Брестом, Шербуром и Кале. И даже при всем при этом результат политики Карла Мудрого был налицо – большую часть земель, потерянных по мирному договору в Бретеньи, удалось вернуть за четыре года. Внешне Франция выглядела даже лучше, чем накануне Столетней войны. Хотя вторая фаза Столетней войны будет тянуться до 1389 года, активность боевых действий в конце 70-х годов резко снизится. Прежде всего, на это повлиял уход ключевых политических фигур с обеих сторон. В 1376 году свою последнюю битву с болезнью проиграл Эдуард Черный Принц, так и не примеривший на себе корону Англии. Через год ушел из жизни его отец – Эдуард Третий, в конце правления растерявший весь политический авторитет и любовь подданных. Вскоре перемены последовали и во Франции. В 1380 году скончались Карл Мудрый и его верный коннетабль Бертран Дюгеклен. Сильных правителей и умелых политиков на престоле сменили Ричард II, 10-летний сын Черного Принца, и Карл VI, 12-летний сын Карла V. Несовершеннолетние монархи сразу же попали под влияние своих дядь и опекунов, инсценировавших серию придворных интриг. Кроме политических причин, ведение боевых действий осложнилось еще и подъемом антифеодальных движений в Англии и Франции. В 1381 году Англия пережила свою собственную же Кирию – масштабное крестьянское восстание под руководством Уотта Тайлера и Джона Бола. Одновременно волна восстаний прокатилась и по Франции. В 1382 году против центральной власти поднялись народные массы в Аверни и Лангедоке, а также городские низы в Париже, Руане и Амьене. Причины народных выступлений крылись в остром социально-экономическом кризисе, который Европа переживала в эти годы. Периодические вспышки черной смерти продолжали выкашивать население, падали цены на сельскохозяйственную продукцию, резко сократились рынки сбыта для ремесленных изделий и, наконец, усилился налоговый гнет и объемы феодальной эксплуатации. Все восстания были жестоко подавлены, однако английским и французским властям все же пришлось пойти на уменьшение налоговой нагрузки. Активному продолжению войны мешали еще и личные амбиции королевских родственников. В 1382 году у Людовика Анжуйского в воле случая появились права на Неаполитанское королевство. Масштабная военная кампания Людовика в Италии была полностью оплачена из французской казны, однако закончилась неудачей. Через два года Людовик умер в Апулии. Филипп Храбрый, который остался фактическим хозяином Франции, без зазрения совести использовал мощь окрепшего государства в своих интересах. Поэтому, когда фламандские города во главе с Гентом подняли восстание, Филипп, опасаясь за свое наследство, потребовал у королевского совета средств на дорогостоящую военную экспедицию. На этот раз французам сопутствовал успех. Без английской помощи фламандское ополчение было перебито в битве при Розебеке. Уже через три года Филипп смог официально присоединить Фландрию к своим владениям, заложив фундамент могущественного бургундского герцогства. Аналогичные процессы происходили и в Англии. Все 80-е годы Джон Гонт, дядя короля и самый могущественный феодал на острове, лоббировал в парламенте новую военную экспедицию на Пиренейский полуостров. Для этого у него были веские причины. Еще в 1371 году Джон женился на Констанции, дочери Педра жестокого, что позволило ему претендовать на корону Кастиле. В 1386 году Гонт, наконец, добился у парламента финансовой поддержки и отплыл из Англии с пятитысячной армии. Первоначально компания развивалась удачно. Английскому герцогу покорились Ла Коруне и Сантьяго де Компостелло, однако начавшаяся в войске эпидемия дизентерии, ненадежность португальских союзников и французская помощь кастильцам вынудили Гонта срочно сворачивать военные действия. В сентябре 1387 года Гонт покинул Кастилью и перебрался в Гасконь, тяжело переживая провал главной мечты в своей жизни. Неудивительно, что именно Джон Гонт и Филипп Храбрый стали ключевыми фигурами на длительных англо-французских мирных переговорах. Конференции начались в 1389 году в Леолингеме Блискале и продолжались до 1396 года, пока в Париже не было подписано окончательное перемирие, рассчитанное на 28 лет. Несмотря на то, что договор был скреплен подписями королей, он не разрешил ни одного спорного момента. Не был урегулирован вопрос об английских претензиях на корону Франции. То же самое касалось статуса Кале и английской Гасконне. Желание обеих сторон остановить кровопролитие в конце 90-х годов объяснялось лишь внутренней слабостью королевств. Стоило одному из них достаточно окрепнуть, и огонь англо-французского конфликта разгорится с новой силой. Однако произойдет это уже в начале следующего, 15-го столетия. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Boosty, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!